Нескучного всем вечера, кто в этот момент находится на канале ЕТОН ТВ. Меня зовут Сергей Хиршильд, я являюсь главным редактором аналитического ресурса «Полоса». Вчера большинство еврейских средств массовой информации опубликовало данные о будущем отчета государственного контролера Михи Линденштрауса, в котором он возлагает личную ответственность за пожар на горе «Кармель» на министра внутренних дел Эли Ишая и министра финансов Юваля Штайница. Сегодня у меня в гостях независимые журналисты Марк Горин, добрый вечер, и Галина Маламанд. Я прошу прощения, я очень даже зависимый, главный редактор газеты «Спутник». Очень зависимый от концерна, от зарплаты и от издателя. Понятно, Марк. Тем не менее, у меня есть сугубо профессиональный к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как может произойти слив информации из ведомства, которое занимается проверкой всех государственных ведомств? По слухам, в Израиле утечка может произойти откуда угодно, включая комиссию КНЕСТа по иностранным делам обороны. Это совершенно естественное дело. В общем, в данном случае, я думаю, что слава богу, что утечка произошла, поэтому общество в нашем с вами лице может об этом говорить и думать. Слава богу. А мы давайте зададимся еще таким вопросом. А был ли слив? Если это действительно слив, то ответственность понесут те, которые, во всяком случае, опубликовали эти данные. А если они опубликованы и никто за них ответственности не понесет, значит, это была целенаправленность в том, чтобы эта публикация появилась. Вы не считаете, что это несет ущерб, так сказать, имиджу и реноме самому ведомству государственного контролера? Имидж не главное. Главное дело. От того, что мы считаем, что главный имидж, у нас происходит подобное явление, а не дело, которым он должен заниматься. Марк, скажите, пожалуйста, а вы считаете, что эти люди, непосредственно Эли Ишай и Юваль Штайниц, непосредственно виновны в том, что произошло на горе Кармель? Безусловно. Проблема стоит, в какой мере виновны. Ишай виновен непосредственно, потому что, во-первых, то есть, конечно, виновен непосредственно не Ишай, а тот человек, который у него занимался пожарной безопасностью, глава департамента. Но, учитывая, что он министр и не первый год, это вопрос его управленческого качества, уровня работы. И тут государственный календарь абсолютно прав. Если он мог допустить плохую работу такого серьезного департамента в том ведомстве, тоже сегодня даже, когда он не занимается тем ведомством, как его держать министром, если он не в состоянии обеспечить работу в своих департаментах? Галина, скажите, ответственен ли Юваль Штайниц, к примеру, за какую-то региональную больницу, в которой систематически не хватает денег? Мы, естественно, понимаем, что в данном случае мы говорим об ответственности Юваль Штайница о том, что произошло на горе Кармель. За то, что не хватает денег, деньги можно распределять, и распределяют их по-разному. Вот разве это он и ответственен, и несет ответственность за то, что сумел ли он правильно эти деньги распределить или нет. И в данном случае, что касается пожара, это то же самое. Должен ли он был определить большую сумму для безопасности или не должен был? Давайте так, наша страна ежегодно ждет благословенных дождей. Когда они приходят, мы всегда плачем о том, что у нас постоянные наводнения. Что касается пожаров, они в плане лесопосадок, они предусмотрены, пожары как таковые. То есть на них должны быть выделены определенные средства. Просто стихия на сей раз была настолько сильной, настолько неожиданной. Ну, действительно, раз эта планомерность есть, раз она предусматривается, то она должна быть действительно чем-то застрахована. Но на сей раз эта трагедия настолько разразилась сильно, что вот исходя из этого, наверное, юридический советник или, в общем, во всяком случае, государственный контролер, сколько раз он уже откладывал свой отчет, он должен был появиться еще в декабре. Настолько это серьезная работа, настолько здесь надо было проработать столько материалов, столько документов. И в последний раз было сказано, что отсрочка связана с тем, что выявились новые факты. Какие это новые факты, мы не знаем. Категорически не согласен с Галлией, который испытывает огромное уважение и симпатию. Категорически не согласен. У нас, в принципе, технология противопожарной безопасности в лесах, находящихся на открытом постранстве, и вообще на открытом постранстве, она, в принципе, делает совершенно неправильно. Ее не знает практически никто, кроме Кэрин Каймед, может быть. Но Кэрин Каймед занимает меньшую часть по сравнению с управлением государственных парков. Понятие «регулярный парк» было известно еще с английских традиций 19 века, и с не 18. Там должны быть дороги, там должны быть аллеи, там должны быть соответствующие. Все должно быть организовано так, чтобы если пожар, то все организовано. Из-за этого погибли люди, они поехали по узкой дороге и не туда. Я прошу прощения, я предлагаю поделить это все на два момента. Так сказать, на экологический момент о том, что теперь происходит на горе Кармель, и второй момент, это связано непосредственно с погибшими людьми. На мой взгляд, есть принципиальные отличия. И этично ли возлагать личную непосредственную ответственность на двух министров? Вот, я по поводу Эли Ишая уже сказал, он непосредственно у кого-то в этом. У Штайница, на мой взгляд, хотя я не высокого мнения о нем ко министре финансов, но в данном случае надо быть объективным. Виноват не столько Штайниц, сколько та его служба, которая не убедила его, что сюда надо вовремя отдать денег. Он не может действительно на каждую больницу знать конкретно, что происходит с каждой больницей или с каждым ведомством. Он министр финансов всего. В данном же случае он, конечно, несет ответственность, но скорее за ту политику вообще не давать деньги. Ели-ка возможно никуда не давать, чтобы не было. И так воспитаны его люди. Ели-ка возможно не требовать денег. Даже тогда, когда они очень нужны. Так вот, если бы на эти технологии выделялись бы деньги на правильные технологии, то, конечно, пожары бывают везде. Но готовность к ним разная. И жертвы, а вот люди гибнут далеко не везде. Готовность разная. Так на каком мы сегодня уровне находимся? Вы начали об этом говорить, не закончили. Во всяком случае, не на уровне 21 века, это 100%. Я думаю, что вообще, если говорить уже всерьез, то наша государственная структура, наш политический уровень, нашему государству, не отвечают задачам 21 века. Нам нужно думать о более масштабных вещах, от которых зависит ответственность министров. У нас министры вообще ни за что не отвечают. Может быть, кроме министра обороны и внутренней безопасности. Они могут делать все, что угодно, когда хотят контроль за ними, раз происходит, раз в 4 года, и в конечном итоге их судьба зависит не от того, что думает о них народ. Галина, существует мнение, часто высказываемое в прессе, как в евридской, так и в русской, что подобное на самом деле могло произойти где угодно. Лесные пожары, особенно в теплое время года, летом в нашем регионе уже подавно, да и в Южной Европе происходит регулярно. Скажите, пожалуйста, если бы что-то подобное произошло бы, к примеру, во Франции, мы реально полагаем, что ущерб был бы меньше? Или то, что произошло на горе Кармель, это все-таки случай, несчастный случай? Началось с несчастного случая, насколько известно. Началось буквально с того, что писали, что мальчик, который там занимался разведением костра, и который не будет отвечать за это. То есть уже это дело расследовалось, и уже пришли к этому выводу. То есть это действительно для начала, это был несчастный случай. А что касается ущерба меньше, чем во Франции, ну естественно, если во Франции пожар, то в Израиле нет ущерба. А если у нас в Израиле, вернее, пожар, то, конечно, ущерб огромен. Марк, правильно ли я понимаю, что единственное отличие нашего Израиля от некой гипотетической Франции, это недостаточная техническая оснащенность на тот момент? Это недостаточный уровень цивилизованности, подхода к решению тех задач, которые стоят перед тем или иным чиновникам. Это в большом масштабе. А в данном конкретном случае, исходя из того, что я только что сказал, да, это наша неготовность. Несчастные случаи бывают везде. Везде могут быть. Но последствия от них разные. Я уверен, что во Франции не было бы таких материальных последствий и таких жертв. Недавно где-то в Южной Америке израильтянин зажег спичку не там, где надо. Изгорело невероятное количество леса. Но жертв там не было. Сегодня три израильтянина пострадали при пожаре в чужой стране. То есть пожары, да, случаются. Пожары, да, имеют место. Но что касается готовности к этим пожарам, я думаю, что вот именно такие стихии, они должны быть больше всего взяты на вооружение в том плане, чтобы бороться против них, чтобы быть готовыми к этому. Как вы полагаете, премьер-министр Бенемин Натанягу прислушается к этим рекомендациям касательно личной ответственности? Сместит непосредственно этих людей, занимаемых ими должности или нет? Я боюсь, что для господина Натанягу приоритетными станут политические последствия решений, а не технологические. И он не сместит министров. Хотя, на мой взгляд, я считаю, что министра внутренних дел надо снимать в данной ситуации. А министру финансов сказать, просто сказать все, что об этом думает общество. Может быть, его и надо снимать, но не за это. Сделать выговор. Ну, скажем так. Как говорили в президентской власти, сообщите о неполном соответствии занимаемой должности. Галина, последний вопрос по политическому, так сказать, моменту. Не считаете ли вы... Я думала, по уголовному моменту. Здесь тоже есть возможный вариант. Мы закончим политическим моментом. Не считаете ли вы, что этот отчет сможет подслужить очередным поводом для развала коалиции, как следствие для неочередных выборов? Ну, время сейчас такое, предвыборная атмосфера. Действительно, как-то соприкасаются эти две темы. Но я не думаю, что это произойдет. Если рекомендации будут выполнены, то это, безусловно, уже не только технический или государственный политический кризис, парламентский кризис. Ну, а если они будут выполнены, то, как и многое у нас, все пройдет на тормозах. Большое вам спасибо. Как настоящие профессионалы, журналисты должны опираться исключительно на факты. Ждем непосредственно отчета, а там будет видно. Спасибо. Потом и вернемся к этим разговорам. Спасибо. Спасибо.